Удивительно жизнерадостный и добрый, всегда готовый прийти на помощь в любой ситуации. Надежный сын и брат, хороший друг и отважный боец. Жизнь Игоря Леонова оборвалась в первый день спецоперации 24 февраля. Во время наступления в сторону Херсонской области БМП, который управлял Игорь, подорвалась, переходя через дамбу. В боевой машине с ним был и двоюродный брат. Ему тогда чудом удалось уцелеть. Ой, этот страшный день. Это вообще его не забыть. Они перед Новым годом поехали в Крым тоже. Ну, как обычно, я даже вообще не знала, что начинается какая-то спецоперация. Я же говорю, он вообще не любил на эту тему разговаривать. 25-го я взяла ипотеку, и как раз у нас должна была быть встреча с продавцом. И еду в маршрутке, и мне сестра позвонила, говорит, Ира, едь домой. И когда приехали, я говорю, вы тут побудете, я сейчас... И она мне говорит, Игоря нету. 25-го числа. Я говорю, в смысле нету? Ну, в общем, потом получилось так, что не было ни извещения, нигде ничего. Я говорю, да нет. Мы поехали... Я говорю, я пойду в часть, узнаю. Мы поехали в часть. Сказали, среди погибших его нету. Потом приехали, ДНК брали. Тоже сказали, наверное, ну, может быть, в госпитале и все. Я тоже об этом думала, думаю, все-таки, если извещения нету, ну, как бы... В общем, я говорю, этот день... И потом уже приехали военные уже, как бы, когда уже взяли ДНК. И 7-го числа где-то, 7-го числа ее привезли. Ну, не открыли. В итоге, я же говорю, я не видела, что там привезли, как там... Что там вообще было. 8-го марта вот 5 человек их хоронили. Быстрее бы это все закончилось, чтобы все вернулись живы-здоровы, чтобы уже не страдала ни одна мать. Игорь родился в Алагере, до 6 лет рос в Верхнем Феогдоне. Ирина тогда работала в местной школе учителем начальных классов, а после семье пришлось переехать в Донецк. Бабушка Ирина жила там, а состояние ее здоровья ухудшилось. С первого класса он ходил в Донецке. Он закончил автомеханика, тоже там в Донецке. И потом, как всегда, армия. И после армии пошел по контракту в Донецке, этот район мирный, воинская часть там. И вот до 14-го года он практически был там. Нравится им эта профессия, защищать родину, защищать, как бы, вот. И он был кинологом, собаками, он вообще очень любил возиться, как бы, вот. Ну, любил он эту профессию очень. В 14-м году получилось так, что они приехали в отпуск, и, в общем, пришлось остаться. Потому что как раз начались вот эти вот Майданы, вот это все. Переехав во Владикавказ, Игорь поработал в такси, но без военной службы долго не смог. Не видел себя больше нигде. И спустя короткое время вступил в ряды 58-й армии. Он у меня вообще был скромный ребенок такой вот, ну, не любитель разговаривать. Так что я сама такая тоже. Как-то всегда был такой скромный, ну, я же говорю, золотой ребенок был. Вот в 4 утра вот мы на Марково жили. Игорь, покушать, не, мам, некогда, надо пацанов забрать. И они вот, у них вот 58-я армия, вот эти вот, где они служили, очень дружные были мальчики. Очень много друзей, но сейчас просто вот в такое время, что все в основном, кто погибли, кто, допустим, вот с ним рядом Семенихин мальчик, тоже, ну, он похоронен где-то в России, тоже они в первый день вот вместе погибли. Много друзей у него было, ну, в основном и в Донецке, как бы, и здесь. Кристина буквально выросла на руках Игоря. Для нее он был не просто старшим братом, а другом и наставником. Несмотря на разницу, в 15 лет они были очень близки. И даже спустя год говорить о брате без слез Кристина не может. Он меня растил. Мы вот прям, как меня мама родила, он постоянно со мной был, постоянно заботился обо мне, сказки читал. Мы делились постоянно, если какие-то проблемы, мы постоянно друг другу помогали. Он был лучшим. Он не только помогал нам, но и другим людям. Мне очень тоже нравится эта профессия. Я бы хотела тоже после окончания учебы, я хотела бы тоже поступить на МЧС. Вот я сейчас заканчиваю второй курс и следовала его примеру. Хотела тоже в 58-м и думаю о том, что закончу учебу и тоже туда буду тоже служить по контракту. Игорь Леонов погиб. Геройски выполняю воинский долг. Награжден орденом мужества посмертно. Ему было 34 года.